Здравствуйте! В эфире новый проект Минэкономразвития Чуваши и национального телевидения Чуваши. О том, как и чем живут предприниматели республики, какое влияние оказывает государственная поддержка на этот сектор, а также, что вообще происходит в бизнес-среде, об этом в новой программе. Давайте знакомиться. Сегодня малый и средний бизнес Чуваши – это более 14 тысяч предприятий и 43 тысяч индивидуальных предпринимателей. В общей сложности в этой сфере сосредоточено более 30% рабочих мест. По видам экономической деятельности они распределяются так. Более 35% юридических лиц и более 50% индивидуальных предпринимателей занимаются оптовой и розничной торговлей. Около 20% осуществляют операции с недвижимостью, арендой и предоставлением различных услуг. В сфере промышленности и строительства сосредоточены всего 13% юридических лиц, однако их деятельность весьма заметна. К примеру, в Чувашии только за прошлый год построили более 800 тысяч квадратных метров жилья. Трудно не заметить, когда рядом вырастает жилой дом. Впрочем, когда дом не вырастает, тоже заметно. К слову, в столице и городе-спутнике в последнее время разморожено и достроено несколько проблемных объектов. Долгожданное новоселье справили тысячи человек, и в этом большая заслуга малого бизнеса. Довольно много предприятий сосредоточено в электротехнике и машиностроении. В последнее время стало заметно больше инновационных производств. Взять хотя бы компанию «Стомполимер», специализирующуюся на производстве акриловой пластмассы для стоматологов. Мы модифицируем, изменяем структуру вещества, где-то удлиняем, где-то сокращаем длину полимерной цепи. Арматура из композитных сплавов чувашского производства известна и востребована не только в России, но и в европейских странах. Отправляясь на службу, многие сотрудники предприятий республики надевают спецодежду и спецобувь, которые обеспечивают их малый бизнес чувашии. 10% индивидуальных предпринимателей заняты сельскохозяйственным производством. Быть фермером тяжело, но интересно. Бизнесмены чувашии строят коровники по новым проектам, закупают новое оборудование, внедряют новые технологии, разводят новых животных. И в завершении несколько цифр. Оборот малых и средних предприятий в 2012 году составил порядка 150 миллиардов рублей. Общая сумма налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Чувашской республики, индивидуальными предпринимателями, предприятиями и организациями малого предпринимательства, около 2 миллиардов рублей, что почти на 30% выше, чем в прошлом году. Самые большие трудности на пути начинающего предпринимателя – это поиск помещения под офис, приобретение арктехники, а также грамотное консультирование по основным направлениям предпринимательской деятельности. Стартовую поддержку оказывает республиканский бизнес-инкубатор. Те, кто растут под его крылом, читают, что им очень повезло. Открытый в 2006 году республиканский бизнес-инкубатор практически выращивает предпринимателей с нуля, оказывая им всевозможную помощь в период их становления, когда они наиболее уязвимы, и продолжая консультировать на всех этапах развития бизнеса. Бизнес-инкубатор дает возможность начинающим сосредоточиться на развитии своего дела, не отвлекаясь на решение бытовых вопросов. Например, у нас в республиканском бизнес-инкубаторе мы можем предоставить помещение по льготной цене. Соответственно, предпринимателю не надо думать о том, где найти оборудованное помещение. Оно у нас есть сегодня, оборудованное столами, стульями в центре города, куда можно ехать уже сегодня и начать свой бизнес. Также мы можем проконсультировать любого желающего, как открыть свое дело, как начать собственный бизнес. Соответственно, мы оказываем и юридические первоначальные услуги, также бухгалтерские услуги, и все это предоставляем на бесплатной основе. В настоящее время в республиканском бизнес-инкубаторе на льготных условиях размещено 33 субъекта малого предпринимательства. Это предприятие, представляющее сферу информационных технологий, производства металлоизделий, технического обслуживания и ремонта офисных машин и образовательных услуг, полиграфии, исследований и сертификаций и многие другие. Так, научно-производственное предприятие «Техноинжиниринг» разместилось в инкубаторе в начале этого года. Организация специализируется на производстве учебных стендов для высших учебных заведений и техникумов, изучающих микропроцессорную технику. Это единственное предприятие в Чувашской республике, производящее такие учебные стенды. Сегодня оно успешно конкурирует по качеству и цене с крупными конкурентами из Москвы и Челябинска. География поставок соседние регионы Мордовия, Самарская область и Дальние, Ростовская область и даже страны ближнего зарубежья – Казахстан. По мнению коммерческого директора предприятия, оказанная государственная поддержка значительно помогла развить бизнес. Мы получили грант для оснащения нашего производства современным оборудованием. Этот грант нам позволил значительно улучшить, повысить качество производства, ускорить сроки изготовления стендов. Если раньше мы изготавливали в течение двух месяцев пять стендов, то сейчас у нас уже от 18 до 30 стендов мы собираем ежемесячно. Нам в Министерстве экономического развития порекомендовали обратиться к вам, потому что бизнес-инкубатор оказывает услуги и юридические услуги бесплатно, и консультирует по вопросам ведения бухгалтерии, что нас очень заинтересовало, то есть это очень важно. Но и самое главное, что нас интересует, это можно совместно участвовать в выставках, представлять и Чувашию, представлять, что производит Чувашию. Эффективность такой государственной поддержки налицо. Республиканский бизнес-инкубатор дал старт многим новичкам. За годы его деятельности в нем было размещено 109 субъектов малого бизнеса, сохранено 120 и создано более 225 новых рабочих мест. Практически все выпускники инкубатора сегодня успешно работают и развиваются. Компания «Хай-Тек Медиа» разместилась на льготных условиях в бизнес-инкубаторе еще в 2010 году. А сегодня успешно продолжает свою деятельность как вполне зрелая компания. Для нас очень приемлемой ценой показалась аренда в республиканском бизнес-инкубаторе. Она достаточно демократичная, если посмотреть по центру города. Условия на первый год очень были приличные. И мы участвовали в конкурсе, выиграли конкурс на аренду офиса. И, в принципе, без особых усилий мы заселились в офис. Сначала у нас было, по-моему, 4 человека. То есть мы работали в штате. Сейчас у нас до 15 человек уже. То есть мы и второй офис тут уже сняли. То есть, в принципе, государственная поддержка помогла вам еще и увеличить штат? Да, она помогла увеличить штат, она помогла нам увеличить обороты. Предприниматели получают поддержку в бизнес-инкубаторе на всех этапах становления бизнеса. Здесь, под одной крышей, вместе с начинающими предпринимателями размещены и организации инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Центр экспортной поддержки, Евроинфо, Корреспондентский центр, лизинговая компания малого бизнеса и многие другие. Подобные бизнес-инкубаторы сегодня уже успешно действуют и в районах, и городах республики. Всего у нас сегодня 6 бизнес-инкубаторов. Причем есть и производственные, и офисные. На сегодняшний день по заполняемости могу сказать, что мы бизнес-инкубатор со 100% заполняемостью. В районах мы приближаемся к 90% по заполняемости. Данные бизнес-инкубаторы, они, как и мы же, созданы для создания благоприятных условий. Они их создают и консультируют предпринимателей по всем интересующим их вопросам. В ближайшей перспективе ожидается открытие бизнес-инкубаторов в Батрево и в Мариинском посаде. Так что у начинающих предпринимателей появятся еще две площадки для успешного старта. С наступлением нового 2013 года республиканским предпринимателям, работающим в сфере общественного питания и реализации алкогольной продукции, пришлось работать по новым правилам. В силу вступили изменения федерального законодательства, предусматривающего ограничения в части реализации алкогольной продукции. С 1 января 2013 года запрещена розничная торговля пивом и пивными напитками в киосках, палатках, лотках и павильонах. В республике на этих ограничениях не остановились и в силу вступили нормы, установленные Кабинетом министров Чувашской республики. В частности, ограничивается продажа алкогольной продукции на объектах торговли и общественного питания, расположенных в городских парках и скверах, на пляжах и территориях, предназначенных для отдыха и занятий спортом. Исключением для данного ограничения являются только рестораны. Как же приспособились предприниматели к новым правилам и как исполняют законодательство? Да, ситуация, конечно, изменилась несколько. В прошлом году, если, допустим, у нас нелегальная алкогольная продукция, как бы она занимала незначительное место, то в связи с введением новых ограничений по продаже пива пивных напитков в нестационарной сети, то как бы вот этот вот поменялся несколько ракурс. У нас нелегальная алкогольная продукция, по информации, которая у нас из других источников поступает, значит, она появилась у нас, стали торговать таксисты. Доставка у нас организована на дом алкогольной продукции, что является тоже незаконной деятельностью. Ну и иные виды. Но большинство у нас предпринимателей, они, конечно, исполнительные. Многие уже исключили из своего ассортимента товаров, это алкогольная продукция, пиво, пивные напитки. Конечно, от этого они страдают, то есть прибыль, естественно, у них уменьшится. Но мы их до этого еще заранее предупреждали, что это норма все-таки вступит в силу. Поэтому они должны были быть готовы к этому. Многие, конечно, уже действительно прекратили торговать. У нас в январе месяце проводились рейды совместные и СМВД почувавшие, и администрации муниципальных районов городских округов проводили многочисленные рейды. И действительно выявлялись нарушения в предприятиях мелкорозничной сети. Значит, нарушители привлекались к ответственности в виде штрафов. Штрафы административные составляют на должностных лиц от 3 до 4 тысяч рублей. На юридическое лицо на организации это от 30 до 40 тысяч рублей. Но хотелось бы отметить, вот это ограничение по нестационарной сети распространяется на розничную продажу пива, пивных напитков. А кто оказывает услуги общественного питания, им пока можно торговать пивом, пивными напитками, то есть без ограничения. Кстати, вступили в силу также с 1 января 2013 года нормы по площади. То есть обязательно для торговли алкогольной продукцией в городской местности должно быть не менее 50 квадратных метров, в сельской местности не менее 25 квадратных метров. Если в прошлом году у нас ночью разрешалось торговать пивом, пивными напитками, а содержанием 5 и менее процентов этилового спирта, то с 1 января также ночью теперь пивом торговать нельзя. То есть норма запрета продажи в ночное время полностью теперь распространяется на всю алкогольную продукцию, в том числе пиво и пивные напитки, независимо от содержания этилового спирта. Но данные ограничения также пока не распространяются на продажу такой продукции в предприятиях общественного питания. У нас предприятия – это кафе, бары, закусочные и так далее. Режим работы устанавливают себе самостоятельно, и поэтому и ограничения на них по продаже, по времени продажи не распространяются. Что необходимо бизнесмену для успеха? Деловая хватка, государственная поддержка, какое-то особенное расположение Гермеса. У каждого бизнесмена своя история успеха. Мы готовы рассказать о самых интересных из них. Общество с ограниченной ответственностью «Микрохирургия глаза» и «Контур» было основано в 1997 году на базе оборонного комплекса «Контур» при участии МНТК «Микрохирургия глаза» и активном содействии известного офтальмолога, академика Святослава Федорова. Наше предприятие «Микрохирургия глаза и контур» создано в 1997 году с первоначальной целью обеспечить все глазные больницы Российской Федерации офтальмологической иглой, которая по своим характеристикам техническим, эстетическим должна была соответствовать высоким требованиям хирургии. С 2011 года мы поднимаем производство свое в среднем на 16%. Сегодня «Микрохирургия глаза» и «Контур» – один из ведущих российских производителей шовных и расходных материалов для хирургических операций. И одно из немногих предприятий, которое не только удержалось на плаву во время кризиса, но и увеличило объемы выпускаемой продукции. Выстоять и выйти на рынок с новой инновационной разработкой малому предприятию помогла государственная поддержка. Именно в 2008 году на инновационный проект по освоению серийного производства одноразовых отравматических игл с шовным материалом для общей хирургии предприятие получило грант-проительства Чувашской Республики в сумме 3,5 миллионов рублей. В прошлом году мы снова реально ощутили государственную поддержку. Поддержку тоже финансовую. Мы получили немного больше, чем 2 миллиона рублей на возмещение наших расходов по приобретению производственного здания. Продукция предприятия отмечена золотым знаком марка качества Чувашской Республики, а Международная академия реальной экономики присвоила обществу с ограниченной ответственностью микрохирургии глаза и контур звание лидера региональной экономики как инноватору производства медицинской техники. В каталоге предприятия более тысячи разновидностей изделий. Все они разработаны специалистами компании. Кстати, оборудование для работы также разрабатывается и изготавливается на предприятии. Это позволяет компании быть независимой и мобильной, а значит, конкурентоспособной. Секрет успеха нашего предприятия, наверное, в том, что все наши работники, они инновационно ориентированы. Так получилось, что с 1997 года, с момента создания, на предприятии практически ежегодно, ну, в крайнем случае, два года раз, появляется одно новое изделие. И вся команда работает над новыми изделиями. Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся ненадолго, ровно до следующей бизнес-среды. А напоследок полезная информация для предпринимателей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА